Хайонор, вы находитесь на канале Зейн Адвенчер, и сегодняшнее видео это новая коллаборация с такими каналами, как Экстин Брикс, Летс Гет Груви и Ассерт Холк. На этот раз коллаборация будет не по морским существам, а по хищникам. И мои друзья сделали таких существ, как Акроконтазавр, Аллазавр молодой и Корнотавр. Ну а моё существо это Спинораптор. Ну и думаю начнём с обзора. Это первый гибрид в моей коллекции, и как по мне Спинораптор это один из самых красивых гибридов в вселенной мира юрского периода. Мне он очень нравится за то, что, ну как бы он сам по себе красивый, у него плюс окрас такой клёвый. Я взял ясный тип, это вроде бы ясный тип, я точно не помню, но вроде бы ясный. Ясный тип, у него вообще самый красивый окрас в игре мир юрского периода эволюция. Спинораптор является гибридом таких существ, как Спинозавр и Велоцираптор, хотя в игре мир юрского периода игра, ну Jurassic World of the Game, он является гибридом вроде бы Перораптора и Спинозавра. Но мне больше нравится вариант с Велоцираптором. Так он выглядит более хищно, особенно вот в GVE. В принципе, я его делал как бы 100 очевидно на базе Велоцираптора, но я его немного увеличил. Давайте попробуем сравнить его с Велоцираптором в размере. Вот, Спинораптор. Сейчас поставлю его, чтобы он нормально стоял. Вот. И Велоцираптор. Как вы можете заметить, Велоцираптор меньше, чем Спинораптор. Потому что, как бы, он на самом деле не размером с Велоцираптором. Он гораздо больше. Я вот сюда вот куда-нибудь прикреплю картинку, которая подтверждает это. Это картинка с сайта GVE. Так что, ну, я даже оставлю ссылку в описании. Вы можете посмотреть это там. Ну, и теперь давайте попробуем собрать фигурку. Эта фигурка состоит из 8 деталей. Ну, и... Ну, если не считать вот этого вот штепта. И поэтому давайте собирать. Начнем, думаю, с головы. Голова состоит, как у обычного Велоцираптора, из двух частей, но ее я удлинил. Чтобы она была, ну, как у Спинораптора из игры. Она у него была удлиненная. В принципе, на это повлиял Ян Спинозавр. Присоединим нижнюю челюсть. Все, она на месте. Она может открываться и закрываться. Нормально, так же, как у Велоцираптора. И давайте присоединим голову к телу. Все, голова на месте. И уже это, например, начинает что-то напоминать. Дальше давайте поставим многим. Вот. И лапы. Многи, кстати, я ему удлинил. Относительно Голосраптора. Также, вот, вы можете заметить то, что тут они немножечко больше будут, чем у Раптора. Вот. И так, думаю, будет более заметно. И с лапами я сделал то же самое. Вот, допустим, взять вот эту вот лапу. Вот. Можно заметить, что немножечко, но она больше, чем у Раптора. То есть, вот, они стоят одинаково. Но тут угол у лапы Раптора немного другой. Ой, у лапы Скинораптора. Присоединяем лапки. И получаем нового гибрида. Барираптора какого-нибудь. Ну, потому что, как бы, без своего паруса это как будто бы гибрид Барионикс и Раптора. Но мы, тем не менее, поставим парус, который я сделал в оранжевых, чёрных и жёлтых цветах. В том паттерне, который я брал для того, чтобы покрасить его, ну, не особо заметно, чтобы там был оранжевый вот такой вот. Но он там был немножечко. Немного, но его было. Ставим парус на место. И фигурка готова. Давайте попробуем сравнить его размеры не только с Раптором, но ещё и с другими фигурками. А для начала сравнения мы возьмём человечка, который будет, естественно, напуганным вот таким вот большим динозавром. Хотя это не динозавр, это гибрид. Ну, в принципе, как и ожидалось, пинораптор в два раза выше, чем фигурка. Поэтому можно взять, допустим, ещё раз показать вот сюда вот в кадре его. А, нет, давайте-ка возьмём того, кто немного выше, чем Раптор. Гелопозавр. В принципе, он не особо сильно отличается в размерах от велоцераптора, но он уже по высоте из-за своих гребней такой же, как и спинораптор. Теперь давайте приставим сюда ещё велоцераптора. Вот, всё, поставил гибрид. Дилопозавра. 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 Дилопозавра тоже надо ноги поправить. И велоцераптор, блин. Вот, готово. Ну, а теперь можно взять кого-нибудь покрупнее, например... Ну, а теперь можно взять кого-нибудь покрупнее, например... Тираннозавра. И давайте вот сюда вот рядом с ним поставим спинораптора. Как мы видим, тут уже разница размеров больше. Ну, как бы я даже сказал бы, колоссальная. Но рядом с ним можно поставить того, кто достаточно близко к родству, будет, наверное, к спинораптору. Это Борионикс. Хоть на сайте GVN написано, что спинораптор это не спинозаврит, а дромиазаврит. Но, так как у него гена спинозавра есть, то я думаю, что Борионикс будет довольно-таки близко к нему. С ним по родству. Давайте я покажу вот так вот их. И, думаю, вы видите разницу в разверах. Ну, а теперь я предлагаю посмотреть, как я делал эту фигурку. Для начала я взял обычного велоцераптора, отпилил ему хвост, распилил его пополам. И удлинил тело на один пин с помощью пластинки 3х2. Дальше я поставил хвост немного дальше, чтобы он выглядел более длинным и был более пропорциональным для этого хищника. Потому что он большой, значит, хвост должен быть у него побольше. Чтобы лучше его балансировать. Потому что так он немного перевешивал вперед. Пока я не сделал ему нормальный хвост. А дальше я взял голову дилофазавра и велоцераптора. Распилил их пополам. Взял заднюю часть от головы велоцераптора. И переднюю часть от головы дилофазавра. Почему я не использовал голову одного и того же хищника? Просто тогда было его труднее удлинять. А плюс к тому голова дилофазавра была плохого качества и она не подходила для того, чтобы совмещать ее с этой фигуркой. Поэтому мне пришлось вот так вот выкрутиться и сделать голову дилофазавра побольше с помощью второй фигурки. Лапы и ноги я просто удлинил, изменив немного угол наклона. Точнее, угол сгибов. И получилось довольно-таки эффективно. Это довольно хороший способ, чтобы удлинять их. А парус я сделал с помощью пластинки 2х1 и картона. Я приклеил картонку на пластинку и облепил ее полимеркой. Придал ей форму, придал ей небольшой рельеф и после этого загрунтовал фигурку. После того, как я ее загрунтовал, начал ее красить. Сначала нанес основные цвета, а потом начал детализировать фигурку. Добавил ей глаза, полоски и пятна. После того, как я добавил детализацию, я покрасил фигурки в черный цвет когти и в белый цвет зубы. Глаза у фигурки оранжевые, потому что на сайте Jurassic World Evolution я увидел, что у этого типа спинорапторов, как, в принципе, по-моему, и у других, у них оранжевые глаза. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, то вы можете поставить ему лайк. И не забудьте перейти на каналы других кастомизаторов, с которыми я участвовал в коллаборации, и посмотреть, каких существ сделали они. Ну, а с вами был я, Zane Adventure. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok